Всем снова огромный привет! Итак, видео наконец-то по вашим заявкам, что влоги я решила снимать, что на заявки на вашу решила отвечать, видео по волосам, что у меня случилось с волосами, в общем, опять рассказываю, было у меня недавно, ну относительно недавно видео, год назад уже, видео на тему волос. У меня были изначально вот такие блондинистые, ярко-блондинистые, длинные прямые волосы, которые я постоянно выпрямляла кератинами, то есть постоянно их что-то с ними делала. От природы у меня такой волос, что, к сожалению, мне нельзя выйти на улицу без укладки, то есть у меня он не прямой, не волнистый, он очень странный, своеобразный, и не уложить его хотя бы на фен я не могу, то есть мне постоянно нужно что-то делать. И подходя от своего вот такого примера натурального цвета волос, я сделала себе яркую блондинку, но хорошо за ними ухаживала, делала кератин, и так жила примерно полтора-два года. А потом они у меня начали просто отваливаться, я на эти отваливающиеся волосы немножко их подстригла, взяла, ну отваливаться, то есть как бы ломаться, не от корня, а с корнями все в порядке. Взяла и нарастила волосы, и потом уже сняла почти все волосы. Вот себе, это была моя ошибка, и нарастила опять волосы сначала на капсулы, потом на ленты, и они у меня в принципе немножко подвосстановились. Но длина, естественно, сильно не выросла, потому что постоянные нагрузки, они все равно немного ломаются, я сама их немножко подукоротила, и сейчас вот со своими такими волосами и осталась. Пока мне нравится длина, цвет, ну я немножко их милирую, чуть-чуть, капельку свой цвет. Вот, пока мне все нравится, отрастет, будет еще лучше. То есть пусть отрастает, я оставила их на отпуск, пусть отрастает. Вот, это все, кто меня спрашивал, что у меня произошло, что за новая стрижка. Это в принципе не новая стрижка, это моя длина волос, но я ее чуть-чуть подукоротила, были они где-то вот такие, просто мне кончики совсем уже не нравятся. Вот, как я за ними ухаживаю? Я сейчас пытаюсь их восстановить, во-первых, я пью витамины, витамины я тыкнула пальцем в небо и выбрала перфектил. Вот, не знаю, как они подействуют, пока я их начала пить, думаю, что подействуют хорошо. Они у меня сами по себе-то растут неплохо, они сами очень хорошие волосы, но тут вопрос именно вот в тех сженых волосах, которые именно сженые утюгами и даже не краской, а именно утюгами и плойками. Вот, мне как бы главное их подвосстановить. Я использую в качестве восстановления, в первую очередь, масла. Я делаю примерно раз в две недели, раз в неделю маску с кокосового масла, то есть просто обычное кокосовое масло, растапливаю, мажу волосы под шапочку и хожу так полтора часа дома вечером, пока готовлю ужин. И использую масла обычные такие косметические после душа. Одно из таких масел это Финнес, это косметика, которую я... Простая бюджетная косметика, но неплохая, которую я у себя на сайте распространяю. Just4Makeup.ru специально сайт создала для вас. Очень дешевое, но при этом вкусное масло, пахнет органой. Это потрясающий запах. Я, кстати, снимала уже про набор для волос, рассказывала про это масло. Мне оно безумно нравится. Органовое масло с добавлением нескольких других. И, в общем-то, все супер. Вот. Кроме этого масла и кокосового, которое я делаю, я еще использую капсулу Кейзи. Пытаюсь найти фотографию, вставить сейчас сюда. Моя бридмахер Оля их использует мне. Вот эти капсулы Кейзи перемешиваю с какой-нибудь питательной маской либо с тем же самым маслом органовым и с ботоксом для волос. Чуть-чуть ботокса для волос. Наношу на все волосы, под шапочку, на полтора часа, на час, и они потом как шелковые. Сейчас я этого не делаю, потому что я делаю себе кудри на фотосессию. И, соответственно, мне не нужны были прямые. Если я выпрямляю феном или тишком иногда, то я могу вот это сделать перед этим делом. Помогает, устанавливает. Дальше пусть уже растут, потому что другого восстановления, кроме как рост волос и какой-то уход за ними, уже, к сожалению, не найти. Ну и плюс дополнительное воздействие, которое перед укладками, в первую очередь, это термозащита. Вот также Финнес использует термозащиту. Очень хорошо, что она до 300 градусов здесь. Все ссылочки я, естественно, оставлю под видео. Доставка на свой город, в любую страну. Копейки стоит доставка, и все очень дешево. Тут есть кератин, протеинный шелк, коллаген, витамин В5. Это очень важно, все эти компоненты очень важны, потому что термозащита – это та влага, которая испаряется с волосы. Если она будет совсем пустая, и ничего не останется на волосах после того, как самая влага испаряется, и какие-то компоненты остаются, то это печально. Вот. И, в общем-то, использую термозащиту, это очень люблю. И кроме термозащиты, я еще иногда использую от Hair Company, такая профессиональная марка. Во влоге, кстати, об этом рассказывала. Это такой кондиционер несмываемый, у меня там сломался дозатор, я его уже просто на руки выливаю, и вот так вот по волосам делаю. Это тоже профессиональное средство. Вот. Такой несмываемый бальзам-маска. В принципе, все. Это я стала делать сейчас. Раньше вообще почти никак за волосами не ухаживала, кроме кератина, там каких-то редких-редких масок, да, после душа. Но они у меня отломались не от того, что за ними не ухаживала, а от того, что нельзя просто так сжечь волосы, еще на больших температурах каждый день, и блондинистые. Если бы они были хотя бы шатен, или были такого же цвета, как сейчас, это одно дело. А у меня была просто яркая такая лена летучая, блондинистая блондинка, и я на эти волосы делала такие сильные термоудары. Хотя мои волосы пережили все, и черненькую, и рыженькую, но вот такой термоудар на протяжении двух почти лет, к сожалению, они уже не пережили. Но, тем не менее, густотой своей я довольна. У меня от природы такой, я немножко подначесала корни на фотосессию, но у меня объем от природы. То есть, даже когда я просто вымываю голову, у меня от природы объем, я его никак не создаю. Поэтому для тех, кто задает мне вопросы по объему, к сожалению, я какого-то другого средства вам подсказать не могу. Вот. Вот и все, собственно, друзья мои, что я хотела вам рассказать про волосы. Покупайте наш набор финансов, туда еще входит лак для волос, либо можете по отдельности заказывать средства на сайте justvomakeup.ru. Поэтому поддерживайте свои волосики в здоровом состоянии, придерживайтесь трендов, потому что сейчас естественность в моде. Поэтому я сняла, в общем-то, нарощенные волосы, осталась со своими. И очень многие знаменитости снимают волосы, поэтому ничего страшного, если у вас будут волосы покорочества, то это будет стильно. Кстати, короткие волосы смотрятся очень стильно, намного стильнее, чем длинные, могу вам сказать. Оно делает красиво, есть стильно. Вот. В данном случае более стильно смотрится. Вот. Всем большое спасибо за просмотр. Приходите ко мне на канал еще, приходите ко мне в школу макияжа в Санкт-Петербурге и на курсы в Москве. И в другие города тоже я набираю. Девчонки, Волгоград, Омск, Казань. Пишите мне и другие тоже города. Обязательно приеду ради вас. Почти на каждый город есть желающие, просто мне вас сложно всех скомпоновать. В этом году я справилась, который уходящий. Посетила несколько новых городов. Надеюсь, что в следующем году, начиная с января, уже буду посещать другие города. Вот. Всем большое спасибо. Все ссылочки под видео. Все. Всех люблю, целую. Пока-пока.